Всем привет, с вами Bassett. Я решил сделать подробный гайд по мультиплееру Age of Empires 4 для русскоязычных игроков, чтобы вы смогли быстро прогрессировать и одерживать победы над супостатами. И поскольку я сам не профессиональный игрок, здесь могут быть, конечно, некоторые ошибки и неточности, но в целом это очень полезный билд-ордер, это очень полезный стиль игры, и я ориентировался на записи про геймеров, а также на другие обучалки на английском языке и советы от более опытных игроков. Поэтому здесь будет все необходимое для того, чтобы вы начали доминировать, по крайней мере, до где-то топ-200, топ-300 ладера, это очень актуально и работает хорошо. В дальнейшем, кажется, придется уже вам немножко совершенствоваться и придумывать тактики самому. Сегодня я расскажу о том, как играть стандартно и наиболее эффективно от обороны и от атаки, а также как играть на морских картах и что делать в лейтгейме. Я подробно расскажу, сколько строить крестьян, когда, почему и зачем что строить и как вообще ввести вот игру первые минут 15-20, самая тяжелая часть для большинства новичков, потому что непонятно, много ресурсов, что делать, когда и так далее. Это все нужно знать, желательно наизусть, ну или хотя бы примерно. Конечно, игра очень большая, я не смогу охватить все народы и все тонкости, поэтому если у вас останутся какие-то вопросы, пишите обязательно комментарии с вопросами, либо я, либо другие знатоки Age of Empires вам ответят. Тайм-коды будут в описании и в закрепленном комментарии, чтобы вы могли лучше ориентироваться по видео и все вот будет, надеюсь, вам полезно и хорошо. Если действительно все будет вам актуально, полезно и хорошо, не забудьте поставить лайк и написать комментарий в поддержку этого видео и канала. Спасибо, ну а теперь давайте приступать к обучению. Итак, первым делом, как вы зайдете в игру, нужно обязательно заглянуть в настройки и настроить именно управление, потому что горячие клавиши это то, что позволяет вам быстрее, чем оппонент, реагировать на разные события. На самом деле нужно пользоваться только, наверное, двумя, которые будут крайне важны на протяжении всего матча. Это, конечно же, выбор всех бездействующих юнитов, да, бездействующие поселенцы. У меня это клавиша тильда, клавиша йо на русской клавиатуре. И это выбор всех вообще военных юнитов, да, у меня это клавиша F2, прямо как из Старкрафта. Почему именно эти клавиши? Потому что, скорее всего, вы очень часто будете пытаться собрать всю армию вместе из всех ваших казарм. И это, естественно, делать нужно стараться быстро, если вас, например, атакуют. Ну и к тому же более опытные игроки будут использоваться хот-кейми, там, группами вроде Ctrl-1, Ctrl-2, Ctrl-3. Но новички и те, кто, в принципе, плохо микроконтролит, как я, проще использовать просто вот такую одну клавишу. Можно выбрать также все бездействующие юниты. Это чуточку сложнее, потому что, допустим, юниты, которые просто двигаются в какую-то цель в эту группу, попадать не будут. Поэтому это не самая лучшая клавиша. Ну а выбор рабочих, это вполне очевидно. У вас заканчивается, например, рудник, рабочий бездействует. Вы нажимаете на одну клавишу и всех их распределяете на, допустим, новый рудник. И все 20 рабочих идут на место. В принципе, если вы настроите эти две клавиши под себя, у вас будет все уже хорошо. Также тут вы можете посмотреть и все остальное. Рекомендую пробежаться, посмотреть. Может быть, что-то найдете еще для себя. Мне нужны были только вот эти вот две клавиши, и ими я активно и пользуюсь. Итак, вот мы нашли матч. И самое важное в эти 30 секунд, это посмотреть на карту. Можно даже вот подвести мучку вот сюда и посмотреть, что написано. Потому что карта определяет выбор нашей фракции, как правило. Я буду играть за французов, потому что это имба, во-первых. И еще потому, что это самая такая стандартная фракция, как, в общем-то, наверное, англичане из Священнодорожской империи и Русь. Есть, конечно, отличия в игре за разные фракции, и, конечно, отличия в билд-ордере, то есть в порядке ваших действий. Но давайте попробуем что-то универсальное сделать, что подойдет всем. Конечно, если вы играете, допустим, за Русь или за монголов, у вас будут какие-то специфические моменты, да, которые нужно будет использовать и которые нужно будет адаптировать под эту фракцию. Но, опять же, очень подойдет народ. Но все-таки универсальный билд-ордер есть. Он более-менее рабочий для всех, и его нужно заучить как основу. Там, конечно, вы уже по опыту игру научитесь чуть-чуть лучше делать и поймете, где можно его немножко подрезать, где можно подкорректировать и так далее. То есть, очевидно, допустим, что у Руси нужно разведчиков строить две штуки, чтобы охотиться на оленей и получать за это бонусы к добыче пищи жителям. Ну а монголам, собственно, камень не нужен, и там немножко другая механика юрты и, собственно, главного здания. У Дели, например, вообще все апгрейды бесплатные. И, соответственно, есть смысл раньше построить мельницу, чтобы бесплатно делать эти самые апгрейды. Итак, на старте мы сразу же направляем крестьян на одну овечку и заказываем как можно больше городских жителей. Дальше мы очень быстро направляемся нашим разведчикам и собираем барашков в округе. Тут все очень просто. Мы стараемся привезти первых трех, а потом также забрать их у оппонентов. Это очень важно. Это нужно делать на старте. Первые три барашка всегда вокруг вашей базы. Дальше первый крестьянин сразу делает лесорубку. Вот так вот он выходит. И лесорубка должна стоять как можно ближе, естественно, к лесу. Лес всегда у нас находится где-то рядом с базой. Тут мы его, собственно, и ставим. И этот лес нам очень пригодится на первых парах. Приводим бараша к основному кнопочке S или же нажатием проконка мыши. И дальше просто отправляем нашего разведчика по делам. Второй крестьянин, который выходит у нас из здания, делает домик сразу, да, потому что у нас нужно немножечко места. Если вы играете за монголов, естественно, он этого не делает. Он сразу идет на лес. И дальше нужно еще сделать двух рабочих. Эти два рабочих пойдут снова на барашку. Поставите сразу метку, и все будет вас замчать. Вот они будут выходить и сразу добывать. Если вы ставите метку на какой-то ресурс, вот так вот, то сразу же выходящие люди будут заниматься добычей этого ресурса. Нам нужно восемь крестьян на еде и еще два крестьяна на древесине. После этого будем отправлять их на золото. Итак, сейчас у нас будет еще одна крестьянка. Да, вот она вышла, начала заниматься барашком. Теперь мы заказываем еще четыре и отправляем их на золотой рудник. Так, наш разведчик проводит свою разведку, очевидно, и должен найти еще барашков. Смотреть, что оппонента на данной стадии особо смысла нет, только если это, конечно, не монгол. И нужно просто постараться украсть больше животных, потому что они позволяют нам легко добывать пищу. Дальше вот этот первый крестьянин, который идет на рудник, ставит, собственно, сам рудник. И дальше еще нужно будет на пряту до трех рабочих. В итоге на золоте у нас будет четыре человека, и потом мы снова переключимся на другие ресурсы. Камень добывать до третьей эпохи, в принципе, не надо, потому что камень нам ничего толком не дает, да. Камень не является каким-то ценным ресурсом, как золото, древесина или еда, поэтому его можно немножечко, знаете, так опускать, игнорировать до определенного момента, там только, знаете, когда его можно там продавать, ну или же ради постройки городских советов. И, ну, их строить можно немножко по-другому. Сейчас я расскажу, как это делать быстро. Итак, продолжаем направлять крестьян на работу, продолжаем искать барашков. Вот, смотрите, еще нашел. То есть обычно где-то, ну, в районе вашей территории всегда имеется, там, пятерочка, и этого, наверное, достаточно. То есть если вы соберете хотя бы 8-9 барашков за матч, это уже довольно неплохо, вы большой молодец, скорее всего, у вас будет хорошо все по еде на старте. Итак, у нас готово 8 крестьян на еде, 2 занимаются лесами и 4 золотом. Теперь пора переходить во второй век, во вторую эпоху. Мы заказываем еще двух крестьян, которые сейчас должны сесть на мясо. Заказываем еще одного, который у нас потом пойдет заниматься уже постройкой. Так, приведем у барашков. Давайте их отправим, чтобы барашки на месте. Теперь можно посмотреть, что делает наш враг. Примерно вот на этом тайминге можно уже сходить и разведать, какой у него там будет выбор. Итак, сейчас у нас будет, примерно на 3-3-10, у нас будет вот как раз-таки ресурсы. Давайте я закажу на торговую палату, да, потому что, ну, конницы, понятно, вы там будете играть от конницы. На выборе, конечно, этих достопримечательств очень многое меняется. Смотрите, и вот теперь мы можем отправлять дальше крестьян на работу. Тут очень все зависит от вашего билд-ордера, от того, что вы хотите играть, потому что если вы хотите играть, допустим, конницу раннюю, да, за французов, ну, или там какую-то агрессию за любую фракцию, то, соответственно, вам нужно будет только 3 ресурса. Это золото, древесина и, соответственно, еда. Я хочу сыграть именно в макро, я хочу сыграть именно в долгую игру и, собственно, постараться сделать что-то соответствующее с этим. То есть я буду сейчас играть долгую, долгую партию, и поэтому мне нужно побольше древесины, чтобы быстрее построить второй центр. То, что сейчас я буду делать, является стандартом среди всех проигроков, по крайней мере, тех, кто не любит какие-то ранее агрессивные пуши, такие тоже имеются. Ну, давайте я примерно покажу, как это выглядит. То есть мы, смотрите, мы продолжаем отправить ребят на древесину. Когда у нас их будет штук 5, штук 6 даже можно, мы потом начнем отправить их на золото. Почему именно так мы и делаем? Потому что нам нужно сейчас собрать максимум золота и древесины на наше здание. Наше здание, которое нас интересует, какое это может быть здание? Это, очевидно, конечно же, второй городской совет. Городской совет, если вы посмотрите здесь, он стоит 400 древесины и 300 камня. Камень мы можем добывать отдельно, но это достаточно проблематично, это нам не обязательно нужно. Да, мы можем просто, как я уже говорил, взять и спокойно вот купить камень за золото. То есть это такой у нас вариант. Теперь мы всех отправляем на золото, и как только у нас будет готова, собственно, вот эта вот торговая палата, мы просто в ней купим на все наши золотые ресурсы камень и построим абсолютно спокойно наше главное здание. Кстати, можно еще, что можно очень важно делать даже, это перенаправлять еще крестьян с еды на другие ресурсы. Вот я сейчас это не сделал, это на самом деле не очень хорошо, но это может быть. На самом деле где-то 5 крестьян, даже может быть 4, хватит, чтобы отстраиваться быстро. Поэтому как только вы заказываете торговую палату и любое другое Т2 здание, если вы не собираетесь идти в большую армию после этого, а я в данной игре не собираюсь, как вы видите, то логично отправить часть крестьян добывать другие ресурсы, вот как я сделал это прямо сейчас. И когда у вас есть где-то 8 на древесине, там 8 на золоте, вы можете расслабить булки и отправить крестьян уже, собственно, на постройку этой палаты. И, конечно же, потом, когда у вас будет готово заказать новый городской совет. Что еще важно? Апгрейды. Апгрейды будем делать мы только после того, как у нас будет достаточно ресурсов на городской совет. То есть, скорее всего, это будет немножко по-другому. То есть, в данной игре, видите, я поздно отправил крестьян на экстра ресурсы, но можно заказать, допустим, лесничество, потому что это очень дешевый апгрейд. И, скорее всего, даже если мы потратимся на что-то другое, у нас будут деньги. Потом, после того, как мы закажем городской совет, нам нужно немедленно сделать все остальные апгрейды и построить ферму. Фермы мы сделаем апгрейды на крестьян. Ну, а дальше все очень просто. Дальше мы, естественно, будем делать все апгрейды, как только у нас переходит новая эпоха, потому что апгрейды дают очень хороший экономический буст. Отправляем сразу крестьян построить городской совет. Закупаемся камнем. Нам нужно будет 300 камня. И вот, видите, хватило. И строим где-нибудь городской совет. Ну, допустим, здесь. Строить его нужно там, где есть какие-то ресурсы. Очевидно, в данном случае идеальное место это вот тут, потому что здесь имеется и золото как раз-таки, и, собственно, все остальное. И заказываем апгрейды. Заказываем сразу свободный апгрейд, допустим, на лес. Хотя, наверное, лучше заказать первым делом на рудник, потому что все-таки золото сейчас будет немного важнее. Заказываем. Отправляем крестьян на стройку. Вот там туда. И делаем домики. Домики делаем, естественно, за одну или с две единички до конца лимита. Это важно. Иначе у нас будут проблемы. Теперь можно построить какое-то здание уже и боевое. В данном случае это может быть либо стрельбище, либо казарма. Хорошо иметь обычно казарму и стрельбище, либо же конюшню, если вы играете за фракцию, у которой сильная конница. Франция — это фракция с сильной конницей, поэтому я строю сразу конюшню. И дальше тратим деньги на апгрейды. И быстрее мельница. Зачем нужна мельница? Мельница — это ресурс, который позволяет, точнее, ты знаешь, который позволяет носить мясо или же ягоды поближе к какому-то пункту. Ну, к этому пункту конкретно, да? То есть не в городской центр бегать все время, а можно носить вот все сюда. И поэтому мы, естественно, ее и заказываем. Плюс там будет куча апгрейдов. Поэтому это важная вещь. Так, давайте построим рудник. И вот у нас два городских совета. Теперь, почему это важно? Потому что теперь мы можем штамповать крестьян с двойной скоростью. Теперь у нас будет намного больше этих самих крестьян. И, соответственно, будет намного проще развиваться дальше. Вот сейчас уже можно поставить каменный рудник при желании. Но пока давайте сосредоточимся на другом. И теперь можно строить первую армию. Первая армия у нас в данном случае — это конница, скорее всего. Ну и, возможно, лучники. Да, почему лучники? Потому что у врага тоже, скорее всего, будут лучники. И, скорее всего, еще потому, что фишка в том, что, как вы понимаете, конница, она хороша, но она проигрывает копейщикам. Что-то должно контрить копейщиков. И копейщики в данном случае контриться будут лучше всего именно, конечно же, нашими лучниками. Поэтому нужно будет их сделать. Также мы делаем торговцев. Торговцы позволяют нам получать ресурсы на халяву. Вот видите, ко мне уже идут ребята. Их уже очень много. Поэтому надо мне уже срочно готовить кульницу. К счастью, опять-таки, у меня хорошая позиция городского центра. Поэтому я смогу в нем, в случае чего, легко спрятаться. Мне это, в принципе, не страшно. Видите, я смогу спрятаться практически всеми своими работягами. Только вот мне теперь надо побольше мяса еще добыть, чтобы не отставать. Давайте перейдем, наверное, в часть золота. Золота у меня уже много. Мяса можно, кстати, просто закупать в случае чего. Так что это не страшно. И продавать ресурсы тоже можно. Сейчас можно, кстати, построить еще и кузницу. Давно пора бы, на самом деле. И так у нас будет хоть какой-то адекватный баланс. Продолжаем строить крестьян. Это главное. Мы никогда, вообще никогда не перестаем строить крестьян. То есть редкие-редкие случаи, когда там мы слишком заняты или нас стакуют. Мы продолжаем их строить. Ну и с торговой палаты пора начать строить также еще и, конечно же, и торговцев. Торговля у нас будет где? Факторий. Кстати, чем дальше находится ваша база от фактории, тем больше вы будете получить денег. И это важно. То есть старайтесь, нет смысла строить торговую палату вплотную к вашему рынку. Это не имеет смысла. Итак, давайте сделаем апгрейд. Апгрейды мы делаем обычно все. Мы начинаем делать их по одному на этой стадии. И продолжаем, опять же, строить просто кучу крестьян. Сейчас надо сбалансировать ресурсы. Все примерно одинаково. И продавать лишнее. На данной стадии, кстати, уже можно подумать о том, что вы построите третье главное здание. Потому что это, опять же, ускорит наше производство. Ну и, естественно, мы сейчас должны вот на этой стадии реагировать на то, что делает наш оппонент. И заказывать, конечно же, апгрейды. В данном случае я не очень хорошо понимаю, что планирует мой оппонент. Поэтому я просто провожу разведку. И надо посмотреть все-таки, какой у них действительно план. Может быть, он идет меня уже убивать. А я тут, знаете, рассказываю вам про экономику. Развлекаюсь. Так у меня все хорошо. Лучников пока я заказывать не буду. Поэкономлю ресурсы. Буду делать только конницу. И апгрейд на конницу французскую. Давайте сбегаем, посмотрим. Все ли будет хорошо. Думаю, что все. И давайте возьмем двух крестьян. Допустим, вот этих. Даже можно трех взять. Сходить и поставить еще один городской центр. Потому что мне нужны ресурсы. Мне нужно хорошее развитие. Вот. И делаем торговцев. Торговцы понадобятся нам. Торговцы это хорошая экономика. Это постоянная экономика. К тому же, там вроде как волк напал. Да. Вот видите, он вроде как играет пассивно. То есть я смотрю, что его количество лучников особо не изменилось. Вот. Значит, все нормально. Значит, он, в принципе, меня убивать не будет. Ну или, по крайней мере, пока не планирует. Это хорошо. Значит, я тоже его пока не буду трогать. И построю еще новую базу. Чтобы прям совсем моя экономика росла и процветала. Да. Чтобы вот прям очень было у меня много крестьян. Чтобы все было хорошо. Кстати, важный момент. Двигайте вашу лесопилку поближе, когда у вас кончается лес. Это позволит добывать лес быстрее. Очень хорошо. Все в этой игре у меня идет прям как по плану. Я продолжаю потихоньку достраивать конницу. Можно потихоньку достраивать так желучников сейчас. Но теперь мне надо подумать, чтобы быстрее перенаправиться уже в другой век. И смотрите, у меня кончается уже еда. Как видите, еды у меня немного. И, собственно, надо уже начать делать фермы. Мы делаем фермы путем нажатия на фермы. Нажимаем Q. Это выбор всех зданий. И нажимаем A. Пашня. И дальше мы нажимаем уже на саму мельницу. Так можно увидеть вот так вот быстро заспамить пашни. И, собственно, дальше уже развиваться вместе с ними. Давайте сделаем еще одного всадника. Нам, в принципе, хватит такое количество. Больше, наверное, и не потребуется. И можно уже, наверное, сделать рудник еще и здесь. Начать добывать камень. Потому что следующая у нас эпоха какая? Замковая. Замки, естественно, понятное дело нам нужны. И мы должны будем стараться эти замки, естественно, строить. И, наверное, даже активно. Давайте закажем еще один апгрейд. И закажем еще торговцев. Они нам, опять же, нужны постоянно. Торговцы — это сила. И давайте добавим еще немножко полей. Поля можно ставить, кстати, не только у мельницы. Это не самое даже лучшее место для полей, на самом деле. Потому что мельница стоит древесина. Можно ставить поля прямо у главного здания. И вот мы еще здесь перехватили вот этим командным центром еще и кустики. И теперь у нас будет еще приток мяса. Давайте сосредоточимся сейчас на добыче мяса. Потому что это суперценный ресурс в данный момент. Потому что нам нужно как можно быстрее победить всех веганов. И, конечно же, как можно быстрее перейти в следующую эпоху. Потому что мы уже сделали всю максимально хорошую экономику. Мы продолжаем, тем не менее, строить крестьян. То есть мы стараемся просто увеличить приток нашего ресурса, а не как-то сэкономить. И дальше уже будет попроще. Давайте посмотрим, что у моего оппонента. Уже давно пора сходить к нему в гости было. Я давно не приходил к нему в гости. И в гости-гости. Что ж я вижу? Что ж я вижу? У него вроде как ничего страшного нет. Там, кстати, у нас ресурс губца. О, вот можно напасть. Спонница хороша тем, что можно постоянно приходить и делать вылазки на противника. Мы должны разведывать почаще, конечно, чем я. Но, в принципе, этого достаточно. То есть главное увидеть его армию и что он строит. То есть я вижу, что у него городской центр. Если у него все хорошо, он тут живет. Развивается. У него где-то его армия не вижу. Возможно, его армия идет как раз ко мне. Давайте закажем здесь немного сил. По биндам опять-таки. А вот у него поселиться отстреливаются. Продолжаем отстраиваться. Лучников я у него по-прежнему не вижу. Но, как видите, да. У него тоже, видите, упор на макро. Упор на макро у него идет. То есть он не хотел меня пушить. Вот он пришел здесь. Но мы можем спрятаться в здании всегда. То есть эта фишка очень важна грамотно располагать ваши позиции, чтобы вы могли сюда спрятаться. Ну, тут, конечно, придется мне немножко пострадать и отойти. Но ничего страшного. Главное, что мы сейчас будем переходить уже в следующую эпоху. И давайте сделаем сейчас еще один апгрейд. Так, здесь он нашел, видите, мою факторию. Надо будет ее защитить первым делом. Да, он немножко меня замедлит. Но это не страшно. Давайте купим сейчас мясо. Мясо. И закажем третью постройку. Ну, для меня это моя любимая. Это вот именно цех. Потому что он дает много мяса. Это хорошая постройка. Опять же, мне кажется, это более оптимальная. Здесь пушить меня он толком не может. Потому что есть лучники. То есть надо только лес аккуратней контролировать. Здесь постараться. И, собственно, все будет хорошо. Какая-то проблема от этого у меня, скорее всего, не будет. Здесь у меня, кстати, кончились ресурсы. Надо бы построить именно домик один. Здесь надо спасти торговцев. Торговцы для меня являются важным ресурсом. Потому что они дают золото. Ну, а тут, как видите, да, он меня действительно замедлил. И я не могу его пока выбить. Но сейчас я построю своих лучников. Построю свои конницы. Кстати, можно было бы уже поставить давно конюшни. Вы должны строить производственные здания в соответствии с вашими ресурсами. В данном случае я мог бы построить все намного раньше. Я немножечко, видите, завтыкал. Ошибся. Все мы ошибаемся. Вот. И, собственно, поэтому у меня это поздно. Ну, видите, лучиков у него много. Неприятно с другой стороны. Но и ничего страшного. Мы это сейчас исправим. Вот я перешел в третью эпоху. И, конечно же, сразу делаю апгрейд на ссадников-ветеранов и на лучников-ветеранов. Да, это позволит моей армии просто быть намного более эффективной. И я подожду. Подожду этого сражения. Если вы переходите в новую эпоху, не спешите, главное, не спешите ни в коем случае делать... Точнее, давать сражения. Потому что как только вы перейдете в новую эпоху, вы сразу сможете сделать апгрейд и быстренько, быстренько, соответственно, улучшить армию. Дальше, как только мы пришли в новую эпоху, максимально быстро мы делаем новые апгрейды. Потому что эти апгрейды дают нам сильные возможности. Особенно в экономике. В экономике апгрейды первичны всегда. Ну и затем мы закажем апгрейды в остальных зданиях. На этой стадии что еще можно сделать? На третьей эпохе мы можем построить замок наш главный, да, донжон, само собой. Но это не обязательно, опять же, это все зависит от ситуации. Вы можете построить его для обороны, если у вас сильно прессуют. Вы можете построить его, наоборот, в атаку, например. Это тоже можно делать, я думаю, вы видели это, если вы смотрели Age of Empires. Но в моем случае я так делать не буду. Я просто его пропущу, наверное, потому что мне в данном случае не нужно. У меня мобильная конница, и я надеюсь давать лобовые столкновения с своими лучниками. Можно построить одно важное здание, которое нам понадобится, это мастерская. Мастерской мы будем делать юнитов, которые будут эффективны против вражеских, очевидно, зданий. И, соответственно, мы будем всеми силами стараться уничтожить врага именно в его базу. Пойдется нам его штурмовать, брать в осаду и так далее. Продолжаем строить конницы лучников, и в моем случае хорошим вариантом будет еще, наверное, знаете, что... Конечно же, Манганели или Спринглады, да, это хорошие юниты. Продолжаем развивать экономику, продолжаем добавлять фермы. У нас должно быть примерно по 20 рабочих на каждом ресурсе, и на камне может быть поменьше. На камне может быть 10, камень можно продавать, но в целом добывать тюк, я уже говорил, не обязательно, поэтому можете им особо не заниматься. Враг меня обошел, у него есть тараны. Вот это, кстати, плохо, потому что с таранами мне придется бороться с трудом, да, потому что тараны позволяют быстро разбивать постройки. Но мы сейчас должны его просто как-то обойти. Конница может зайти сзади, например, да, и вот можно будет как-то подраться. Мы на третьем этапе развития, поэтому мы лучше, чем он, и можно давать хороший бой. Вот сейчас мы его и будем давать. Заходим с тыла и пытаемся подраться. Лучше, конечно, подраться не, соответственно, без его элитных юнитов, без копейщиков. Но враг, кстати, дает очень хорошее сражение. Сейчас он более-менее правильно себя позиционирует. Мы можем сейчас отойти под наших лучников и заказать свои тоже установки. И заказываем больше-больше боевых юнитов, само собой. Это абсолютно логичное, правильное решение. Ну и бежим, деремся, естественно, как и полагается. Копейщики не должны драться с конницей. Конница должна драться именно с его силами. Крестьяне могут вычинивать, кстати, постройки, чем мы должны сейчас заниматься. Ну и видите, вот мы раньше, чем он перешли в экономику, у нас больше денег. И просто мы его разбиваем. Как бы он не пытался хорошо вроде как сражаться, мы просто его разбиваем. Да, и все достаточно просто у нас получается. Он просто сдается. Вот так вот и играет Save the Empire 4 примерно вот в таком темпе. Но давайте сейчас еще вам расскажу немножечко про лейтгейм. Лейтгейм играется все-таки по-особенному. И для этого, наверное, я окунусь в реплей, чтобы вы поняли примерно, как все это делается. Вот у нас пример из реплея. Тоже, опять же, моя игра. Давайте немножко ускоримся. Я делаю абсолютно все те же действия, которые я только что при вас в реальном времени описывал. И давайте посмотрим. Мои оппоненты играют за Священную Римскую Империю. То есть, эта фракция более такая пассивная. Эта фракция, как правило, наоборот, предпочитает играть именно долгие матчи. И сейчас мы посмотрим, как это, собственно, и выглядит. Вот прибывает моя овечка. Я патрулирую карту. Все, то же самое, что и на старте. Вот здесь в этой игре я отыграл немножко лучше, как мне кажется, чем обычно. То есть, я вот видите, пособирал мясо. И потом перенаправил крестьян. Нет, здесь я тоже их перенаправил достаточно поздно. Но ничего страшного. Давайте просто промотаем до нужного момента. То есть, я просто покажу на примере. Почему развитие через городские центры лучше? Можно, конечно, играть через конницу. Но городские центры намного лучше. Потому что позволяют вам быстрее выйти в хорошую и сильную экономику. Так делают практически все. Не только я. То есть, вот мой оппонент сейчас тоже будет его где-то строить. Как только у него будут ресурсы. Он вот пошел через добычу камня. Добычу камня, я же говорил, не самый эффективный способ на старте. Его проще купить. Но, опять же, можно это и делать так же. Вот я строю городской центр. Опять скину где-то в шестой минуте. И дальше вот собираюсь развиваться еще сильнее и сильнее. Давайте все-таки промотаем до самого сочного момента. И так, друзья. Вот наш момент. Смотрите. 19.30 таймер. 19.32. У нас примерно уже 20 минут игры практически. И, соответственно, такие вот лимиты. Вот у меня в данном случае 100 рабочих. Это примерно, наверное, оптимальное число. 90, 100, 110. Я точно не знаю. Но мне кажется, это число более-менее оптимальное. Потому что это позволяет нам практически без остановки строить любую армию. И что мы имеем по экономике? 20 где-то 5-28 на еде. 24 на древесине. И на золоте должно быть тоже около 20. Да, но вот у меня немножко дисбаланс. Примерно всех по 20. Когда у вас их будет сотня, всех примерно по 30 на каждом ресурсе. Плюс, наверное, десяточка на камень ради наших донжонов и всего в этом духе. У противника ситуация аналогичная. Обратите внимание на количество казарм. Да, если вы строите, допустим, много копеечков. Копеечки могут строиться просто массами. Потому что они стоят всего лишь еду и древесину, да, без золота. Но более элитная пехота, как, например, ланскнехты или, например, гвардейцы, стоят золото. Это нужно иметь в виду. И, соответственно, если у вас золото, то казар может быть немного меньше. Если у вас дорогая конница, как у меня, то вообще всего лишь там 3 конюшни, например, хватит. Да, потому что 140 еды и 10 золота, это довольно дорого на юнитов. Вот. И как играть с алейт-геймом? В гейме у нас задача простая. Во-первых, нужно захватить все свои ресурсы и захватить какие-то ресурсы у противника. Не дать ему развиваться. На 20-й минуте у вас должно быть уже 3 городских совета. Это, наверное, самое оптимальное число. Можно построить, конечно, и 4-й, но мне кажется, что 3-й это оптимальное значение. Потому что, скорее всего, к этому моменту у вас уже будут все ресурсы, чтобы вы могли спокойно, опять-таки, ну, у вас будет достаточно крестьян. Вам не нужно будет строить больше городских сайтов. У вас все будет хорошо. Вы можете построить 4-е здание, потому что так оно будет отстреливаться от врагов. То есть, ну, вы понимаете, да, можно посадить крестьян, потом спрятать и отстреливаться от забегов конницы, например. Но можно просто рядом построить замок, если вы хотите защитить какие-то ресурсы, какую-то территорию. На этой стадии игры важно перехватить все важные святыни. Ну, они дают нам победу, как вы знаете. Но не на всех картах это можно сделать. Например, здесь можно захватить центральную святыню мне. Я могу захватить святыню, которая находится у меня, но я не могу захватить точку, которая находится у врага здесь, да. Потому что он слишком близко к противнику, ему будет просто выращать. На этой стадии важно отградить все свои слабые места стеночками и попытаться просто пробить оппонента большой атакой с осадными орудиями. Это главное. Естественно, наш козырь — это осадное орудие. Что мы делаем? Мы, естественно, как только у нас получается более-менее стабилизировать ситуацию, сколько мы понимаем, что у нас все хорошо, что мы не проигрываем, мы должны как можно быстрее собрать хорошую армию и поскорее перейти в четвертую эпоху. Переходить в эпохи крайне важно, потому что каждый переход в эпоху дает нам качественное улучшение нашей конницы, нашей пехоты, лучников и так далее. То есть воины четвертой эпохи всегда сильнее воинов третьей эпохи, и исключений практически нет. То есть если у вас есть время, если вы можете как-то потянуть до какого-то апгрейда, вы это обязательно должны делать. И дальше уже с этим апгрейдом вам будет просто драться. То есть вы только что видели это в живом матче. Давайте сейчас покажу вам на примере Паптура. Вот я выхожу в четвертую эпоху, а мой оппонент, немец, решил меня пушить намного раньше. То есть вот у меня это делать с этой эпохи, и вот армия немца приходит. Как видите, у него очень много гвардейцев, у него очень много этих бойцов и копейщиков. Есть даже еще воины с самострелом, которые эффективны против конницы. Моя естественная реакция это отступать, потому что у меня все еще 16 всадников, и я явно проигрываю этой массе копейщиков. Но я знаю то, что у меня скоро будет уже апгрейд на Т4. Вот он излучается здесь, улучшение до элитных, улучшение бафает и улучшает всех ваших текущих юитов. Это очень важно. И соответственно, если вы можете потянуть время, вы должны это время тянуть. И вот я это время тяну, подстраивая осадное орудие, строить ей смысл на третьем этапе спрингалдов и манганели, а потом и требушеты против занков, на последнем этапе строить смысл есть только пушки. Если у вас много денег, если денег мало, то вы уже строите, что придется. Но вот спрингалды, в принципе, вещь универсальная, работают очень хорошо против пехот. В первую очередь, она их практически ваншотит. И дальше, как только у вас будет нужный апгрейд, в данном случае Т4, если у вас такая ситуация возникла, лучше подождать и подраться. То есть, ну, драки, в принципе, как в комментариях не нуждаются. Вы всегда сражаетесь, желательно, рядом со своей базой. Вы сражаетесь тогда, когда вас банально больше, и вы сражаетесь, когда у вас закончатся все апгрейды, и когда будет наиболее подходящая ситуация. Здесь, в целом, все максимально очевидно и понятно. Какой-то особой тактики боя нет. Ну, конечно, нападаем на тех, кто слабее сначала, на лучников. Можно драться под замками или под городскими центрами, которые защищаются выстрелами со стрел. Да, это тоже абсолютно логично. Ну и вот, смотрите, момент с апгрейдом. Апгрейд вот практически закончился. Я понимаю, что можно уже наступать в атаку. Можно уже драться. Скорее всего, враг вот-вот прогрессит. Вот этот момент с апгрейдом сейчас произойдет. Видите, сейчас они преобразуются, скорее всего, визуально. Сейчас непростые рыцари. Сейчас станут непростыми рыцарями после апгрейда. Вот они преобразовались уже в элитных латников. И вот, смотрите, вроде как латников даже меньше, кажется. Да, там подкрепление подходит. Но, на самом деле, не все так просто. Элитные войска всегда выигрывают менее элитные. И, конечно, здесь бой закончится в мою пользу. Войны дерутся. Давайте чуточку ускорим. Супер важный момент. И вот так вот в итоге мы и одерживаем легкую довольно победу. Остается еще у меня достаточно много латников. Я потерял, по-моему, всего 9. Враг потерял всю свою армию. Дальше, что мы делаем в любой игре. Если у нас есть преимущество, мы стараемся выйти в хорошее количество манганелей. В какую-то хорошую армию. Это могут быть лучники плюс обычные гвардейцы. Это могут быть копейщики-лучники. Это, в принципе, в зависимости от армии вашего оппонента. Если вы играете за Русь, за монголов или за Францию, то, конечно, вы будете строить конницу. Потому что у этих практик самая сильная конница в игре. Если вы, допустим, играете за Священную Римскую Империю, то у вас очень хорошие обычные гвардейцы, ланснехты и, конечно же, просто копейщики плюс осадное орудие. Вот, в общем-то, это и есть план. Вот мой враг приходит сюда с ними осадками. Наша задача теперь просто медно подбираться к противнику, строить больше казарм, стрельбишь и других зданий и подбирать армию под врага отдельно. И, естественно, сделать все апгрейды. Мы ресурсы получаем на поздней стадии при помощи реликвий, которые можно красть монахами и заносить в главное здание, да, вот брать их и относить. И, конечно же, при помощи торговцев. Торговцы могут приносить золото. На золото мы покупаем все остальные ресурсы. Если у нас Франция, то вообще можно выбрать тип ресурса, который будет использоваться. Это очень важно. Дальше все наши сражения в идеале, если мы пушим противника, должны проходить или могут проходить рядом с донжоном. Почему это важно? Потому что, во-первых, это постройка, которая очень сильно танкует. Она очень много принимает на себя урона, да, любых там лучников, потому что лучники будут тупить и стрелять по замку, а не по вашей пехоте. А еще и просто потому, что у этого здания есть апгрейд на пушку. Пушка бьет очень больно по постройкам, очень больно вообще по всему в радиусе, поэтому будем ей пульсовывать. Подводим свои пушки, своими орудиями, осадами. Стараемся перестрелять сначала вражеские осадные орудия, будь то манганели, будь то спрингалды или что угодно. И только потом уже используем пушки против всего остального. Плюс пушки нужны, чтобы ломать здание максимально быстро. Сражаемся максимально удобно под нашими замками. Вот, или хотя бы так, чтобы враг был не настолько силен, не мог подойти его пор к нам близко. Ну и дальше так постепенно, шаг за шагом, вытесняем оппонент. Это, в принципе, есть лучшая комбинация войск в лейтгейме. Если замок построить не удается, если, допустим, враг слишком бдительный и не пускает вас на свою территорию, то мы что делаем? Мы просто подкатываем максимально большой лимит, хорошо его располагаем, ну и даем бой при помощи осадной войны. То есть мы стараемся натравить врага на себя, чтобы мы первые пустили залп стрел и тем самым получили преимущество, если у нас, конечно, эти лучники имеются. Если лучников не имеются, значит, вы что-то сделали неправильно, скорее всего. И надо было бы их сделать немножко раньше. Вот, если же вас так прессуют, если вас так вот зажимают, то, конечно, ситуация тяжелая, вам надо быстрее строить трибушеты. Трибушеты — это лучший вариант. Если, конечно, появляются деньги, то вы строите и бомбарды, и, конечно же, поливрины, и все остальное. Если же у вас такой возможности нет, у вас, допустим, мало ресурсов, то вы хотя бы старайтесь перейти в контратаку. Особенно это эффективно, если вы играете за монголов или за руси, у вас есть конница, потому что конница мало того, что может в контратаку, она также может уйти свободно, да, после контратаки и выжить. Ну и вот старайтесь хотя бы ослабить экономику противника, как это делает мой враг. Мой враг приходит и просто пытается убить мне крестьян. Ну и, конечно, да, я, естественно, отвлекаюсь, он в это время пытается напасть на мои орудия, ну и как-то хоть выиграть себе время, это очень полезно. Ну а так дальше все развивается именно в таком ключе. В данном случае, видите, я вот дошел до центра, я начинаю добывать ресурсы с центра карты, тоже важный момент, особенно если есть какая-то еда, есть какое-то золото на центре, важно отбить ресурсы, которые есть у врага пораньше, потому что все-таки торговать может быть дорого. Ну и дальше просто медленно, но верно вы продвигаетесь. Если вас уже совсем много, вы просто атакуете, убиваете всю экономику врагу, тоже нападаете там конницей или пехотой на крестьян. Если же врага много, то вы медленно, шаг за шагом, строите донжоны или просто продвигаетесь пушками. Это достаточно простой, но очень веселый и эффективный вариант лейтгейма. То есть осадные орудия штук 6-8, какой-то мобильный отряд конницы, если у вас хорошая конница, ну или же просто стрелки плюс гвардейцы и дальше уже по ситуации. Ну и вот так вот шаг за шагом вы вашего оппонента выбиваете, и, соответственно, со временем вы начинаете уже доминировать, у вас сильнее экономика. Можете там найти его остаточные базы, какие у него имеются подальше, и уничтожить их. Ну и, естественно, идеально еще застроить все стенами у себя дома, чтобы вас не могли окружать отряды конницы или отряды пехоты противника. И так вот шаг за шагом, скорее всего, вы его вытесните. В моем случае пришлось строить замки, потому что у меня было не намного больше, и у меня было много лишнего камня. Но на самом деле можно спокойно было построить только один замок здесь, и уже не заморачиваться, и просто проходить спокойно обычной своей армии. Ну и в итоге, конечно, враг, естественно, проиграл там матч, потому что он уже просто был зажат на своей базе, и вот в какой-то момент моя конница пошла уже убивать его экономику, я уже пошел драться в лоб просто, и в итоге у него ничего и не осталось. Теперь давайте немножко поговорим про морские сражения, но на самом деле морские сражения, конечно, не требуют большого комментария, и все-таки я хочу про них сказать пару слов на всякий случай. А вот у нас пример с морской картой. Здесь появляюсь я за Францию, и мой оппонент за Русь. Здесь вот на морских картах, вообще все морские карты, на самом деле дико небалансные. Знаете почему? Потому что тот игрок, который первый захватывает море, который первый начинает доминировать по водичке, он фактически побеждает за пару мгновений, потому что, смотрите, можно просто отрезать вашего оппонента от выхода к морю, да, просто поставить корабль, чтобы он мог построить пристань. Ну а затем просто захватить две святыни, и тем самым победить максимально быстро, даже без какой-то большой армии. Ну и, соответственно, в этом режиме ваша главная задача, это как можно быстрее зарашить, первым делом зарашить, конечно же, воду, и построить первые несколько кораблей. Вот на примере моего оппонента, это хорошо видно, стандартный билд у него такой же, который мы с вами обсуждали. Давайте посмотрим от его лица. У него, видите, чуть больше древесины, правда, потому что, опять же, карта морская, я думаю, это связано именно с этим. И вот такой вот у него стиль, то есть вполне все логично. Ну, на самом деле, мне кажется, лучше идти все равно в мясо и золото, как я предлагал, да, потому что это позволяет вам намного быстрее, намного, собственно, быстрее зарашить Т2. Но фишка, как вы помните, фракции у нас Русь, это, во-первых, то, что за древесину можно построить хижину, хижина стоит дороже, но хижина дает золото за лес, да, и это, естественно, выгодная сделка, то есть за Русь можно вообще золото какое-то время даже не добывать, поэтому, действительно, мой аппетит все правильно, он строит пристань. На первой стадии, на первом уровне тут особо ничего нет, к сожалению, то есть на первом уровне вы не можете рашить флот, да, то есть на первом уровне за сухопутные силы такое возможно, но вот за флот у вас ничего интересного нет, вам нужно дождаться боевой ладьи, где у нас будет много всего хорошего с лучниками, но, соответственно, нужно побыстрее рашить так или иначе второй уровень технологии, то есть то, что примерно делаю я и то, что я вам показывал. Здесь, кстати, не смотрите, я вместо рудника построил мельницу, но это бывает, не страшно. Хорошо хоть золото близко к командному центру, главному зданию. То есть все равно лучше, я считаю, что именно рашить Т2 и постараться делать это достаточно быстро. В самом начале ролика я показывал самый быстрый и оптимальный билд для этого. Вот, оппонент, единственная, конечно, фишка, единственная важная фишка, почему вот на такой карте можно играть чуть иначе, заключается в том, что можно вот построить данную лодочку рыбацкую и спокойно вот таким образом, как вы заметили, рыбачить и добывать ресурсы. Это тоже полезно. Ну, собственно, давайте к делу. Давайте к делу. У Руси еще одна фишка, это, конечно, золото за охоту. Золото за охоту, поэтому мой оппонент достаточно быстро получил золото, как вы могли заметить, да, и, соответственно, он сейчас уже будет переходить в Т2. Даже примерно на том же тайминге, на каком это буду делать и я. Ну, вот у него по пище было не все идеально оптимизировано. И вот, тем не менее, у него золотые ворота уже строятся. У меня торговая плата строится чуточку раньше. Как видите, мой билд все-таки немножко более оптимизирован. Но мы играем за разные фракции, поэтому это сложно сказать. На самом деле у него зато уже готова пристань, у него уже готова даже, видите, вот несколько рыбацких лодок. Так что технически по экономике он даже, наверное, и впереди уже на данном этапе. Можем даже проверить. Нет, он нигде не впереди, но я думаю, что скоро так и будет. Просто он отправил очень много крестьян строить его чудо света. Не чудо света, а достопримечательность. И, собственно, дальше мы стараемся как можно быстрее выйти в этот второй этап. И на втором этапе мы можем уже начать, соответственно, делать наши пристани и быстрее выходить во флот. И что делать дальше мой оппонент? Обратите внимание, я в этом матче был еще не настолько подкован, и я просто что я делал? Я ничего толком не делал, я просто спокойно отдыхал и, соответственно, не строил какую-то серьезную армию. Мой оппонент строил много рыбацких лодок. Фишка, опять-таки, Руси в том, что можно спокойно переработать эти лодки в боевые лоди. Да, и вот у него эти пиратские рыбацкие лодки сейчас превращаются в актуальный и очень сильный флот. Но даже если вы играете не за Русь, просто выходите быстро в Т2 и начинаете строить, собственно, ваш какой-то хороший флот. Мой оппонент вот так вот меня зарашил. И что происходит в дальнейшем? То есть я сейчас только в току выхожу в пристань, достаточно поздно, как вы можете понять, да. То есть я решил здесь прохалять, я пошел снова в очень ранний городской совет, чтобы у меня была мегаэкономика. И она действительно была мегаэкономика. Мой оппонент, как видите, городской совет откладывает. Ну, потому что, опять-таки, такого условия карты, но, как я уже говорил, на морских блокациях всегда, абсолютно всегда выгодно именно зарашить море. И отрезать вашего оппонента от выхода к рыбе, от выхода к другому золоту и к другим ресурсам. Потому что если вы это сделаете, это фактически автопобеды. Вот он приходит ко мне, у меня только готова пристань. Ну, даже у меня, если бы я был чуть более бодры, у меня было бы готово, может быть, одна-две лодочки. Но, опять же, вряд ли бы это меня спасло. И враг просто меня аннигилирует на море, и я понимаю, что все, в воду я больше не выйду. В такой ситуации, если ваш оппонент не дурак, вы можете сразу сдаваться. Почему? Потому что ваш оппонент моментально выйдет, во-первых, очень быстро в Т3. Ему не нужно больше вообще тратиться на какую-то защиту и так далее. Он достаточно быстро построит еще себе городских советов. И спокойно просто зарашит Т3, построит монахов и захватит святыни. После святыни начнется таймер на 10 минут, и вы, скорее всего, потерпите поражение. Плюс он будет активно торговать, и, соответственно, это будет тоже давать им еще больше ресурсов. Ну, и, соответственно, дальше там займет карту. Эта ситуация фактически патовая для вас. Вы ничего сделать не можете. Единственное, что можно попробовать, что может сработать, если ваш оппонент все-таки немножечко неопытный игрок, это попробовать, во-первых, построить как можно быстрее суперсильную экономику, экономя на чем только можно. И, естественно, быстренько покупая с долота, продавая ресурсы ненужные для того, чтобы берете в следующую эпоху. То есть, фактически, вы начинаете рашить экономику. Вы как можно больше делаете крестьян, как можно быстрее переходите в другие эпохи, делаете апгрейды на экономику. И попытаться где-то разместить пристань с кораблями, которые будут лучше по уровню эпохи, где ваш враг ее не заметит. Потому что технически, если вы проиграли вот так вот море, как я, то есть, если у врага было кораблей намного больше, значит, что враг больше потратил ресурсов на корабли, и значит, скорее всего, у него чуть хуже по экономике. И действительно, так все и происходит. То есть, у меня сейчас 50... У врага сейчас 50 лимит, у него, видите, вот рабочих много. Вот, но у меня, давайте посмотрим, сколько? У меня 52, у меня их чуть больше. Но, опять же, фишка в том, что... Фишка в том, что у меня уже почти готов третий городской совет. И, значит, я уже совсем скоро смогу добывать намного больше и строиться тоже намного быстрее. Что дальше в этой ситуации я делаю? Я быстренько начинаю как можно быстрее улучшать свою экономику, делать поля, как-то вот переходить в сильную экономическую базу. Враг в этой ситуации может попробовать высадиться к вам. Это достаточно неэффективно на этих остальных картах, потому что они очень маленькие. Ну и дальше враг будет, скорее всего, пытаться захватить святыню. Это было бы очень логичным и правильным действием. В моем же случае, что нужно делать? В моем случае отгородить забором и быстро выйти в новые эпохи. Строится у меня третья эпоха. Дальше я просто сижу в такой глупой обороне абсолютно и пытаюсь что-то придумать. Враг мой, как видите, планируется дальше тоже экономик. Он планирует десант, то есть он не хочет играть со мной долгую игру, хотя он тоже уже находится в третьей эпохе. Инженерные мастерские для катапульты, дальше просто пехота, чтобы десантироваться и пропушить меня. Вот. Враг более опытный, скорее всего, пошел бы так же в технологии, но чуть бы от меня отставал. Я пытаюсь отстреливаться, все неплохо. Я уже в имперской эпохе делаю, опять-таки, все часы апгрейды на технологии, чтобы как можно больше добывать ресурсов. Параллельно пытаюсь как-то отбиться, стабилизироваться. Опять же, потому что есть городской совет. Они позволяют здесь достаточно легко. Ну и плюс, как только у вас появляется, опять-таки, последняя эпоха, вы можете строить донжоны на побережье и ставить на них пушки. Пушки очень больно бьют по кораблям. Ну и также можно сделать обычные пушки, которые вы выкатите на берег и сможете защищать ваши пристани. И вот только так вы сможете снова вернуться в море. Это сделать довольно тяжело, если оппонент грамотный, но все-таки может сработать и, может быть, сдаваться сразу и не стоит. Ну и, соответственно, что происходит дальше? Враг на какой-то момент зазевался, не заметил, потому что я построил пристани. У меня есть чем защищать эти пристани. Это при помощи донжона и еще моей артиллерии, вот этих вот пушек, которые я могу подвести. И дальше моя задача, как можно быстрее выйти в самые мощные корабли. Четвертого уровня у меня это вот такие вот большие французские парусники замечательные. И, собственно, дальше уже выиграть в воду. Если я выиграю в дальнейшем в воду, что у меня в итоге и получается, да, потому что враг подводит свои корабли, но, естественно, у врага это только Т3 корабли, у меня это уже все-таки корабли максимального уровня. Мой враг просто сдается. То есть мой враг признает поражение, и вот так и заканчивается этот поединок. Вот так можно играть в воду. То есть это достаточно, на самом деле, дисбалансный режим. Я не очень люблю карты с водой, но пробуйте как-то вот таким образом выиграть. То есть максимально быстро отрезать врага от выхода в море и дальше просто задавить его экономикой и просто захватить цветы. Самый простой способ. Итак, вот мы нашли нашего оппонента для агрессивного матча. Мы в этот раз попробуем играть не стандарт, который был в первой карте, а вот что-то такое мощное, бодрое, и попытаемся закончить игру как можно быстрее. Да, вот многие спрашивали, играется ли HF Empires как-то более-менее быстро? Да, играется. Есть несколько вариантов. Я покажу вам самый простой способ, как можно закончить игру достаточно быстро, ну или хотя бы создать для себя достаточно быстрое и выгодное преимущество. Карта, естественно, должна быть не морская, и карта должна быть такой, где нельзя закрыться от врага одной стенкой, и так, чтобы к вам вообще нельзя было подобраться. Принципиально важно. И вот сейчас мы как раз посмотрим, можно ли это сделать против меня француз. Это идеально, потому что французы — это фракция, которая достаточно может играть в экономику эффективно, при этом у французов очень хорошая конница, которая является большой проблемой для ранних пуш, и поэтому это самая сложная фракция. Ну, на самом деле, в игре она самая сильная, наверное. Ее как бы и пушить тяжело, но играть в экономику с ней тоже непросто, из-за, опять-таки, конницы, которая доминирует в данный момент в текущей мете Age of Empires 4. Итак, стартовый билд-ордер у нас абсолютно такой же. Абсолютно такой же, потому что мы, опять же, как я уже говорил, мы с вами играем на старте всегда одинаково, абсолютно без разницы, что вы хотите делать в дальнейшем. Первые, там, примерно 10 крестьян у нас делаются, как я говорил, вот буквально в начале этого видео. То есть сначала 2 на древесину, потом 2 на еду, потом 4 на золото, потом еще 2 на еду, чудо света и так далее. Дальше уже мы можем делать какую-то вариативность, и ставим домик обязательно, иначе у нас будут проблемы с жильем. И дальше на еду направляем. Ищем как можно больше овечек. Нам очень важно при любой агрессивной игре, запомните, супер важно украсть как можно больше овечек. Потому что если в случае агрессивного и агрессивной игры мы этих овечек с вами не найдем, то нам придется идти на оленей, на кусты и так далее. И, соответственно, чем раньше мы сможем, чем, точнее, дольше мы сможем находиться на естественном источнике мяса без траты денег на мельницы и на все остальное, тем выше вероятность того, что наш пуш будет успешным, потому что мы просто максимально оптимизируем все наши ресурсы, да, и тем самым мы, соответственно, одержим быструю победу. Если же мы будем как-то там замедляться, строить мельницы и так далее, конечно, тогда и вероятность того, что у нас будет проблема, будет выше. Поэтому стараемся не налажать. В этом плане я вроде как украл достаточно много барашей. Надо поискать еще, там я видел враг тоже их ищет. Строим рудник, как всегда, опять же. Повторюсь. Враг находится за перевалом, эта карта достаточно интересная. Здесь, в принципе, расстояние до врага близкое максимально, поэтому я думаю, мы очень быстро с ним сфориснемся в нашей схватке. Но сначала продолжаем искать барашек. Ничего интересного, конечно, что это произойдет. Мы стараемся, да, проверить все на наличии этих барашков. Ну и со временем, конечно, у нас будут здесь истощаться ресурсы, надо будет подвести. Если у вас олени находятся ближе, чем кусты, лучше заняться сначала оленями. Да, они просто выгодны. Поэтому старайтесь выбирать также карты для каких-то агрессивных билдов там, где эти олени находятся рядом с вашей базой. Ну это просто логично, вам нужно будет меньше крестьян, у вас будет больше приток мяса, вы сможете больше продать на рынок, и, соответственно, вы лучше будете, опять-таки, исполнять вашу стратегию. Это супер важное. Ну и, соответственно, вот идеальная карта для того, чтобы ее сделать. У вас очень много олени рядом. И, конечно, этим я очень буду рад воспользоваться. Так, дальше мы отправляем у нас снова на мясо. И ждем, когда у нас будет 200 золота. Вести золота у нас будет уже совсем скоро. Заодно проведаем свою территорию. Вот еще один барашек потерялся. Супер. Забираем. Ну, собрал пятачок. Да, 66 даже барашков я привел себе, и вот сейчас я их направлю на свою локацию. Золото еще не готово. Мы еще можем заказать несколько крестьян, как видите, да, это не страшно. Вот, ну и где-то вот сейчас мы будем строить это чудо света. Вот, вот сейчас мы будем строить. В моем случае это золото заседание совета, потому что мы сможем делать лучников из него. Это очень важный момент. Вот, и нужно сделать в этот апгрейд сейчас золото потратить на апгрейд лесничества, да, потому что тоже вполне очевидно. Это важная функция, которая нам пригодится. И очень важно сейчас также как можно быстрее направить всех крестьян наших будущих на строительство, на сбор древесины. Древесина нам понадобится очень-очень скоро, и нам надо будет ее активно собирать. Золото же нам не потребуется от слова совсем, практически, да, то есть, по крайней мере, первое время, потому что мы играем в пуш, нам нужно будет иметь другие ресурсы, и поэтому давайте на золоте оставим только, ну, может быть, одного работягу, да, который нам потом сможет заказать апгрейд на это золото, потому что нам сейчас будет нужно, дико будет нужна древесина и мясо. Это все, что нам будет нужно, на самом деле, на протяжении теперь практически всего матча, потому что даже золото нам не потребуется толком. Оставим одного рабочего, чтобы потом заказать апгрейд кузницы один. все остальное отправляем на древесину и после того как у нас закончится зато не сайта мы также сделаем две казармы и будем штамповать нашу армию и плюс этой карты в том что здесь золото находится вот так вот мне кажется врага на тоже должно находиться как бы спереди его базы соответственно мы можем врага очень легко отрезать от его золото и тем самым мы можем его достаточно рано начать жестко жестко прессовать и вот на это я же сына цели вас так золото 20 где находят золото вот рудник и тут золото да вот идеально идеально находится золото мы сможем его значит очень сильно приезжать нашими действиями мы опять таки несмотря то что мы играем в агрессивную стратегию мы не перестаем ни в коем случае строить наших рабочих рабочий нам понадобится абсолютно точно и мы опять таки направляем их на мясо и на дерево это два главных ресурса которые нам потребуются ну и собственно сейчас мы начнем уже строить и нашего пехтуру пехтура нас нам нужно быть лучники потому что лучики контрят копейщиков и лучников врага английские лучники к тому же самые лучшие в игре и нам понадобится соответственно копейщики потому что ну конница вот если у врага нет копейщиков мы можем если допустим мы играем против фракции которая не полагается на сильную сильную конницу мы можем наоборот не строить копейщиков мы можем построить гвардейцев например дату гвардейцы контрятся обычную пехоту это было бы логично ну опять же смотрим против кого вы играете и принимаем соответствующие решения и дальше строим просто массе массе лучников из самих этих самых копейчиков строим их без остановки практически стараемся также добавлять по-прежнему еще кристиан потому что нужно будет больше древесины и вот нужно будет еще попытаться построить рынок по возможности но скорее всего у нас не хватит ресурсов мы сможем чуть еще проводить ребалансировку к этим мясу не скопилось много вы смотрите по ситуации потому что у вас у кого-то в игре уже могло закончится много и закончится какой-то ресурс моем случае видите древесины сильно не хватает он потому что два барака можно было наверно боитесь даже одни но в любом случае сейчас адресины будет больше потому что я направляю туда больше людей продолжаю строить крестьян потому что они позволят нам беспрерывно штамповать армию и давайте раздаваем больше копеечка почему копеечка потому что у врага в данный момент цикл не собой да и вот мы сейчас продолжаем штамповать все хорошо можно про теперь еще немного на мясо лес добывается хорошо лесопилку бы немножко щас подвинуть было бы неплохо мы это не можем сделать данный момент надо быть построить домик вот мы собрали уже первую приличную армию нас три копейщика и давайте дальше мы достаем копейщиков почему копейщиков ну потому что опять же помним франция франция фракция которая сильно за счет с конницы да поэтому мы пушим ее соответственно тем что идеально контрит конницу моем случае конечно копейщики продолжаем делать юнитов при этом мы продолжаем сейчас постепенно подзаказываться из двух бараков можно на самом деле подзаказываться наверное с одного враг вот только-только перешел феодалку замечательно то есть он он играет видимо более пассивно и вот сейчас для него это будет очень неприятный сюрприз и вот мы первой армии к нему и приходим так мы строим мельницу уже начинаем постепенно переходите во второй ресурс который нам потребуется может видите уже не хватает уже вот нас с древесиной все хорошо от меня стало не хватать и нападаем на его золотой рудник зато рудник почему самое важное потому что золотой рудник дает возможность перейти в следующую эпоху если мы его отрежем от золотого рудника это мы спокойно будем его обгонять по нашим ресурсам и дальше он нам уже ничего не сделает а вот мы его отрезали от рудника и пожалуйста теперь этот игрок не сможет такое-то время вообще особо даже активно развиваться это супер выгодная ситуация и конечно лучниками что мы делаем мы просто отстреливаем его крестьян сами же постоянно их строим и вот тем самым создаем такое вот давление на него да и вот уже сколько мы купили крестьян довольно много да уже несколько точно погибло мы кажется тоже будем терять лучников при борьбе с советом но наша задача не не давать ему развивать его экономику мы при этом сами кстати экономику развивать можем очень активно можем создавать рынок и начать допустим торговать при возможности мы можем дальше потом перейти еще во что-то то есть главное сейчас просто искать места где мы можем отрезать его от ресурсов как видите враг мои атаки был не готов если бы враг был готов у него было больше конницы мы просто бы старались с ним играть позиционку воевать кто будет лучше микрить вот на этой стадии если мы понимаем что у врага видите ситуация не очень хорошая что мы как бы врагу нанесли урон мы можем чуть расслабить булки и попытаться перейти в экономику теперь да можно даже не убивать его сразу вот можем зайти с другого ракурса построить его вот таким образом да то есть вот идеально отличное сражение минус один конник отходим отходим просто под стрелы его заводим и потом режем вот так вот да замечательно здесь он закончилось мясо переводим делаем какие-то еще необходимые апгрейды строим здание лучников можно завести вот прям туда давайте и заведем их вот здравствуйте и просто вот так вот настреливаем до спокойно уничтожаем его работяг очень хороший план можно же лучиками фокусить отдельно целиться прямо отдельно и вот уничтожать его экономику таким образом максимально отходим подальше от радиуса атаки башен так чтобы у нас не было проблем с ними ну и вот продолжаем строить своих крестьян наша задача даже не убить его полностью на такой стадии мы его не можем убить полностью языком а из главного здания да то есть но мы можем нанести максимально большой урон экономики при этом продолжая развивать свою экономику это самое главное и поскольку у нас есть рынок мы можем теперь также использовать наши ресурсы и потом закупить все же необходимое для будущего развития давайте еще построим лишь копейщиков в принципе урон нанесен можно немножко и расслабиться главное чтобы он не добывал золото и пока золото он не добывает у нас все хорошо смотрим что еще могу взять могу взять какие-то апгрейды да принципе что можно логично перейти поделать апгрейды довольно важным важным этапом можно сейчас немножко потратиться именно в развитии экономики как раз таки да и продолжать вот его гонять от базы к базе супер тоже важно вот еще одна хорошая позиция еще минус пару крестьян стараемся добивать районах если вы успеваете но если не успеваете просто хотя бы нажимаете а клик что ваши лучники это делали сами ну и теперь что логично логично надо перейти в следующую этот следующую базу построить да потому что мы врага убить не можем сразу ну это так бывает на этом этапе просто вариантов нет просто построим базу тогда ладно это не проблема да как бы на базу сейчас мы закажем вот у нас достаточно много крестьян вот у нас они хорошо надыхали поставим ее допустим вот здесь и супер у нас скоро появится очередная локация у нас экономика было долгое время слабее но мы ее усилили нашей атакой и мужчин собственно продолжать создавать на него давление и постоянно так вот не давать ему нормально развиваться мы свои цели добились абсолютно полностью наша задача теперь просто догнать мне дни дать не дать ему нагнать нас по экономике довольно просто сделать нужно просто будет приходить к нему наведываться раз за разом и соответственно в надежде что он все-таки не сообразит и не сможет как там отбиться то есть у вас еще он потратил кучу древесины на оборону какую-то золото он не добывает может где-нибудь это и золото сзади я даже не знаю на этой карте вот но в любом случае мы на время хотя бы добычу прервали это было крайне важно в этих импорис очень хорошо вся эта экономика ведь и развивается так вот здесь просто смогу попасть в передрягу ты наверное зря пошел так рано но зачем там строятся копейщики непонятно даже не очень понимаю зачем они ему тут нужны но мы просто буром убежать до своих копейщиков сначала потом уже до всего остального и да и начинаем просто отстраиваться массово можно подраться попробовать сейчас надо сделать кузницу и начать делать апгрейды это было очень важно потому что иначе я просто буду проигрывать ему в баталиях и надо сейчас можно больше добыть золото как можно больше золота и соответственно еды да потому чему почему на эти два ресурса просто потому что эти два ресурса нам нужны для перехода в следующую эпоху лишь мы стараемся идти все равно дальше как можно быстрее по эпохам именно да то здесь уже сражение давать не стоит и давайте сделаем одну кузницу кузнецах тянет кузнецам понравится чуть позже дать сейчас заражим эпоху это будет важнее и сделаем последние экономические апгрейды пойдем спокойно абсолютно даже нам же сами драться не захочет наверное и просто сейчас перейдем следующую эпоху продолжаем штамповать мясо на стать все будет много надо мы нажимаем можем продать часть наших ресурсов да вот древесина слишком много скопилось можно часть мяса закупить например можно взять торговцев если я узнал где находится факторе x уже не знаете факторе на этой карте не разведал до конца кстати ошибка лучше себя разведывать все эти важные места на самом старте ну и теперь просто подождем нашего ресурса побольше и будем его активно использовать можно больше стать начать строить также уже пора наверно начинать строить фермы потому что рано или поздно у нас закончится уже наш основной ресурс да вот все эти места кончаются и вот уже не так много оленей например осталось 20 это овечка потерялась стран доли тут забыла ну и вот все мы уже готовы перейти следующую эпоху причем прикоса еще эпохи сейчас я вам объясню следующей эпохе у нас открываются здания точнее не здания а технологии которые позволяют пробивать вражеские осады у нас погнали осады точнее а постройки важный да у нас появляется наконец-таки наконец-таки у нас появляется возможность как-то пробивать его городской совет у нас появляются орудия для осады и вот это супер важный элемент который поможет нам закончить эту игру как можно быстрее то есть да мы и мы не убили его на стартус некоторые противники могут потерять все и сдаться просто но вот наш враг оказался крепким орешком он сдаваться не захотел и собственно у него удалось отбиться там с небольшими потерями ну как потерю садеба совершенно значительный но он отбился в любом случае за этому респект и молодец он в любом случае да не перено надо как-то теперь придумать как нам закончить игру дальше то есть мы опять таки ведь у нас очень хорошие хорошо расположены городские советы они достают абсолютно до всего поэтому нас враг никак контратаковать не сможет очень важно планировать вашу базу даже вот если вы сами идите идете в атаку надо спланировать так чтобы вас самих потом на контратаке не пробили это очень страшно может быть кузница готова делаем амгрейды первую очередь на стрелы конечно же и потом сделаем great на осадное дело что мы могли сделать нашу армию еще страшнее еще опаснее вот еще один рудник золотом который кстати я не проверил тогда это у него у него находился тоже сзади базы тоже кстати далеко от совета достаточно я мог бы сходить проверить его но ведь я про него не знал а надо было знать но даже даже так я думаю в любом случае мы достаточно неплохо выиграли время это самое главное главное было подраться с ним эффективно и мы это сделали максимально эффективно действительно давайте построим здесь еще несколько полей потому что это это здание как вы знаете это здание у нас служит не только просто такой знаете обычной оборонной постройки но это также и собственно здание которое нам позволяет строить поселенцев и мы будем там добывать лес делаем апгрейды сразу на всю пехоту и дальше заказываем просто море копеечков море лучников конечно же нам это и понадобится и главным образом ну и теперь можно вот из старых зданий делать еще больше юнитов в принципе можно сделать апгрейды на экономику как вы пожелаете можно не делать я думаю потому что мы достаточно сильно это здесь уже от ситуации вы понимаете что похоже что там ваш враг себя чувствует комфортно до чтобы допустим мало урона несли тогда наверно бляди может быть даже есть смысл сделать что вы понимаете что бред возможно я у не пробивая но если вы ощущаете что урона была нанесена достаточно много что вы достаточно комфортно с ним поразменивались на старт вполне вероятно что вам и не понадобится ничего кроме добавляем поля добавляем добавляем поля добавляем еще копейщиков вот так да у нас там закончилось мясо давайте их на золото перейдем то что золото опять же позволяет нам покупать все ресурсы и доделаем последние грейды и пойдем сейчас уже в последнюю атаку нужно только больше копейщиков конечно нужно апгрейд на скорость 300 юнитов ну и конечно на все стандартные грейды на стрелы и на все подобное ветераны копейщики у нас готовы здесь у нас готовится еще одна постройка замечательно что очень хорошо и где у нас там закончится рудник просто закончилось мясо да ну хорошо а вот так вот на древесину у нас очень много час на древесине находится жителей можно я думаю направить чуть больше на золото что золото нам нужно но в целом древесина нам важнее даже чем другие ресурсы то что древесина нам позволяет строить как мы заметили уже армия да в принципе можно попасть еще наверно одну казарму она бы нам не помешала но даже так вполне себе все успеваем давайте сделаем скорость постройки и потом скоро уже атаку и защиту все это основные апгрейды продолжаем делать нашу армию наверное построим все таки еще одно стрельбище и может быть даже еще одну казарму да потому что экономика тоже сильно уже можно и пробивать выйти большая пехотная армия готова лучников много уже мы подождем чуть апгрейды не нам как бы особо и некуда даже спешить сейчас но можно сейчас быть наверно еще заказать даже вот на витте экстра деньги лучше наверно заказать лесорубку да потому что ли самым важнее все-таки это приоритетный ресурс давайте купим немного еды продадим камень у нас там где-то он добывался не нужен как я уже говорил золото кончается можно больше перевести здесь сделали еще один апгрейдик ну и практически да практически все готова к пуши нам нужно будет а так на меня напали сами не интересно интересно но это это плохая идея с его стороны мне кажется да потому что он на втором ветеранстве он решил меня сам угробить но мне кажется да здесь он скорее всего потеряет больше стесла ну хотя бы смотрите правильно делать он и смотрите сражается именно с моей этой с моими полями да и тем самым как бы пытается мне уничтожить но видите вот он просто пришел к нам и даже сам убился это еще проще на самом деле чем даже если вы мы шли в атаку но если вы мы шли в атаку то все было бы еще замечательнее потому что тоже все было просто давайте собственно придем последнюю атаку к нему мы скупим мясо у нас видите кончились ресурсы хорошо это все взять в бинды допустим это на пятерочку это на семерочку чтобы было проще заказываться и сейчас пойдем в наш последний бой с мало мяса довольно как видите с полей он меня прогнал все-таки успешно поэтому давайте я быстренько поля перенастрою эти игра все равно будет длиться примерно столько же скорее всего потому что такова эпоха империи действительно матчи здесь быстрее будут они только законницу какую-нибудь так из-за монголов каких-нибудь но это я уж как не другом видео вам расскажу ну а теперь давайте в атаку давайте купим мясо еще на последние деньги закупились мясом заказали еще немного лучников копейщиков ну и вот да вот так вот все это наша идеальная армия которая идет его убивать примерно 30 того 30 другого но конечно же наша задача уничтожить его главное здание первую очередь потому что это самая такая укрепленная вещь который держится пока мы идем можем заказать какие-то экстра апгрейды на который у нас будет хватать ресурсов видите у меня очень много древесины поэтому есть смысл заказать нет несколько апгрейдов там на еду чтобы нас просто была экономика посильнее а тут мы начинаем делать таран перед его базой потому что надо будет как-то его пробивать как-то будет пробивать его здания и таран и отлично эти с этим справляются поэтому мы их собственно и делаем строим один таран не строится достаточно долго надо построить еще один таран какой-то рядышком алла то видите просто вокруг них кружат вот ну эти тараны соответственно помогут нам пробиться очевидно можно максим заказать воинов с арбалетами они очень хороши против конец но и лучники тоже посойдут собираем всех вместе заказываем какие-то последние апгрейды которые не сделали на атаку на еще там урончик и собственно все у нас уже почти 200 лимита это как видите намного больше чем было у меня в первой игре ну в первой игре у меня была сильнее экономика здесь экономика у меня замедлилась в развитии достаточно сильно но я играю за углу там тоже некоторые функции но я вот с этим его проверять его тейти мало потому что его мало почему мало потому что банально мы в на старте его за кошмарили а здесь просто таранами мыпро тыиваем его главное здание но остous должно есть снано сражаемся с тем что от у него есть ран и пробьют здание без больших проблем ну вот и все остальное просто свою работу тут же выпадут Можем пару лучиков тоже построить на строительство тарана. Видите, у него даже две башни имеются. Но башни они как бы не спасают, к сожалению, от того, что имеется. Ну и все. То есть мы убили всю пехоту. Надо теперь сжечь его остальные башни и попытаться, собственно, закончить уже с этим. Надо построить, наверное, еще один таран. Мне кажется, даже с таким количеством войск я вполне должен справиться. У меня достаточно много здесь. Но вот видите, да. Башни и все остальное пробивается очень быстро. Женщина пытается починить всеми силами, но не получается, как вы понимаете. Ну и все, да. И враг просто разваливается вот так вот на ровном месте. Достаточно быстро, без каких-то затяжных боев, без там долгого там всяких замуток. Ну и вот все. Да и просто ломаем таранами главное здание. Остальной пехотой можно просто окликнуть. Можно также просто окликнуть. Хорошо сейчас еще рассредоточиться и пойти убивать его экономику. Но даже так, видите, все срабатывает. И мой оппонент просто сдается. Мы его пробиваем уже в конце таранами. И просто вот такая армада лучиков. Это классический вариант игры. В таком случае. Очень быстро, очень надежно. И вот так вот все и работает. Друзья, на этом все. Если вам понравилось мое обучение, не забудьте поставить лайк, написать комментарий. В закрепленном комментарии в описании также будет полная инструкция, как играть. Я распишу это в текстовом виде. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите. Потому что игра очень большая, в игре очень много тонкостей. И я постараюсь вам ответить на эти вопросы в комментариях. Обязательно мне об этом сообщите. Кстати, вот по графику можно посмотреть, видите, вот момент наших сражений. И вот после первых сражений у него ресурсы поупали. Потом он чуть вырос. Но в итоге мы даже обошли. Вот. На этом сегодня все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Желаем всего хорошего. Всем пока и до скорых встреч.